Я совсем недавно закончил диссертацию в Лондонской школе экономики на вклютете медиакоммуникации. Я занимаюсь исследованием разных аспектов информационных технологий. Прежде всего в контексте кризисных ситуаций, но в принципе социальных и политических аспектов, связанных с ролью информационных технологий в нашей жизни. То, о чем я сегодня хочу поговорить с вами, это итог неких моих размышлений уже нескольких лет на тему, которая мне кажется тоже очень важной, тема, связанная с ролью информационных технологий в формировании механизмов памяти. В том, как мы помним то, что произошло, в особенности в контексте тех ужасных трагедий, которые произошли в 20 веке, прежде всего трагедии Холокоста, собственно, как мы можем использовать информационные технологии, чтобы эта память оставалась с нами. И поэтому моя сегодняшняя презентация посвящена, собственно, роли информационных технологий в формировании механизмов памяти на примере всего, что касается памяти жертв катастрофы. Начать я хочу от того, что, наверное, вы знаете, что есть, конечно, огромная база данных в Яд-Вашем, база тех, кто погиб во время Холокоста. Это база, в которую каждый может добавить имя человека. Есть так называемые листы свидетелей, есть зал имен, где все хранятся эти листы. Это огромный-огромный архив, который постоянно пополняется и который базируется на идеологии, которая звучит как идеология, у каждого человека есть имя. Очень знаменитое стихотворение поэта Зельды, в которой прозвучал этот девиз, прозвучал этот лозунг, который является главным постулатом, что необходимо сохранить все имена тех, кто погиб. И, собственно, здесь вы видите на этом слайде примеры пару таких страниц, свидетельств, которые заполняются теми, кто хочет сохранить память о погибших. Это могут быть родственники, это могут быть знакомые, которые рассказывают о том, кого они знают, кто погиб во время Холокоста, и какие-то дают основные данные. И есть, естественно, сайты, которые центральная база данных, имен жертв Шуа, в том числе на русском языке, где эти данные хранятся. Есть также много других очень баз данных, которые можно найти в интернете. Это бесконечное количество различного рода архивов. Естественно, у музея Холокоста в Соединенных Штатах есть базы данных, которые касаются каких-то конкретных мест. То есть мы имеем дело с достаточно большим количеством баз данных, которые так или иначе хранят информацию о тех, кто погиб во время Холокоста. И подобные базы данных, на самом деле, существуют не только относительно Холокоста. Базы данных существуют мемориальные относительно тех, кто погиб во Второй мировой войне, и тех, кто погиб и был убит во время политического террора и скалинских репрессий. То есть на самом деле мы имеем дело с достаточно большим количеством архивных данных о жертвах вот этих страшных катаклизмов XX века, которые сегодня все более и более доступны в интернете. Но какая существует проблема? Проблема существует прежде всего в том, что мы все знаем, к сожалению, что печальная реальность заключается в том, что люди, которые пережили Холокост, люди, которые напрямую могут рассказать о Холокосте, они постепенно уходят. Их становится все меньше, все меньше становится прямых свидетельств. И это заставляет нас задуматься, как мы можем, собственно, сохранить эту память, как мы эту память можем оставить живой, даже когда живых свидетелей этой страшной трагедии и других страшных трагедий XX века уже с нами не останется. Совсем недавно ушел Элли Визель. Вот директор центра Элли Визеля говорит о том, что, собственно, количество выживших становится все меньше. И это наша задача сегодня, как поддерживать и как сохранить эту память, как сохранить эту память живой. И свою сегодняшнюю презентацию я хочу, собственно, посвятить очень короткому анализу роли информационных технологий, основных трендов, которые касаются информационных технологий в том, как эти новые механизмы, новые тренды могут, собственно, помочь нам поддержать и сохранить эту память живой, даже когда поколение выживших так или иначе уйдет. как мы, собственно, можем использовать информационные технологии для того, чтобы выполнить эту задачу, которая стоит перед нами. Поэтому мы поговорили о том, что есть некоторая реальность, есть база данных, которая существует, есть страница свидетельств, которые можно заполнять, но следующая часть презентации будет посвящена анализу ряда трендов, связанных с информационными технологиями, которые можно использовать для того, чтобы формировать какие-то новые механизмы сохранения памяти. И, собственно, какая основная проблема, о которой мы говорим? Мы говорим о том, что мы находимся в ситуации, когда распадается связь времен. Очень знаменитая строка из Шекспира, я очень люблю перевод Бориса Пустернака, «Порвалось не связующая нить, как не обрывки их соединить». Собственно, наша задача в этой ситуации, когда уходят живые свидетели, наша задача проанализировать, как новые механизмы и новые технологии, несмотря на уход этого поколения, все-таки могут нам помочь соединить обрывки порвавшихся нитей дней. И здесь, по сути, мы должны разработать какие-то механизмы вязания, как, собственно, связующая нить. Как мы создаем эту связующую нить таким образом, чтобы все-таки эта память не ушла, чтобы эта память была вместе с нами, чтобы связь времен не распадалась. Есть ряд проектов, которые пытаются очень активно и достаточно успешно какие-то вещи в этом контексте сделать. Есть, например, замечательный проект, который называется «Память в помощь поколения», который работает в России, «Memory Health Generation». То, что они делают, это молодые ребята, которые, собственно, сами находят людей, которые что-то еще помнят касательно жертв Холокоста, и сами заполняют за них эти близкие свидетельства, и потом передают их в Яд-Вашем. Они также занимаются оцифровкой данных, оцифровкой фотографий, потому что сегодня для поддержки и сохранения памяти очень-очень важно, чтобы эти данные, фотографии, которые разрешаются, рассыпаются, так иначе переводить их в цифровой код, чтобы можно было, а, сохранить, и, б, делиться и создавать какие-то базы данных. Я могу сказать, что в моей, например, истории семьи произошла такая достаточно печальная история, когда во время переезда из России в Израиль вместе с багажом пропал достаточно большой архив фотографий, поэтому фотографии это то, что мы должны очень беречь, и, конечно, цифровые технологии дают нам новые механизмы для того, чтобы это беречь. Но вопрос, опять же, достаточно ли это, и что еще можно сделать, кроме непосредственно сбора данных от тех, кто еще помнит имена погибших. И здесь я хочу поговорить о нескольких трендах, связанных с информационными технологиями. Прежде всего, первый тренд – это цифровое кортирование, второй тренд – это краудсорсинг, третий тренд, о котором я буду говорить – это феномен цифровой смерти, а также о феноменах интернета вещей, интернет-геологии, ДНК-анализы и социальные сети. И снова интернет-вещей, видимо, поскольку это такая важная вещь, я написал об этом дважды. Вот. Но на самом деле, надо понимать, и здесь есть ключевой и очень важный большой термин, который стоит отметить, который, по сути, переворачивает наше сознание и переворачивает наш подход к этим данным. Дело в том, что сегодня многие из вас, наверное, знакомы с понятием, которое по-английски звучит как «big data», «большие данные». На самом деле, вот эти архивы, о которых я говорил только что, эти архивы имен, будь то архив имен «Гиад Вашем», будь то архив имен, который есть в Музее Холопоста в Соединенных Штатах и разные другие архивы, на самом деле, все это, по сути, то, что называется «большие данные». Это огромный массив данных, которые находятся в цифровом коде, которые потенциально доступны для разных механизмов и разной работы, и разных форматов обработки. Но здесь «большие данные» требуют безусловной работы с ними. Они требуют того, чтобы они не лежали мертвым грузом, а то, что происходит сегодня, что вот этот архив, который есть, например, «Гиад Вашем», в принципе, каждый может найти там своего родного, своего родственника, если вы просто пользуетесь поиском. Но есть еще очень много дополнительных механизмов, которые могут заставить эти большие данные зажить новой жизнью. И, собственно, то, что я хочу показать на освещении, на базе освещения этих трендов, это как вот эти большие данные о жертвах этих ужасных трагических человеческих катаклизмов 20 века, как они могут зажить снова, чтобы восстановить эту связь времен, чтобы связь времен не распадалась, как я только что говорил. И, собственно, поэтому я хочу кратко осветить вот эти основные тренды, а после этого закончить презентацию тем, что я предложу некоторые идеи, как на базе этих трендов можно действительно оживить, заставить жить большие данные, связанные с жертвами Холокоста и других катаклизмов человеческих 20 века. Итак, начнем с цифрового картирования. Это самое простое, это самый такой, наверное, яркий пример того, как можно работать достаточно просто с большими данными. Это когда вы берете те или иные большие данные и накладываете их на карту. То есть используете геолокацию. Любой информации, когда вы берете вот этот листок свидетеля, то там написано, где человек родился, где он жил, где он погиб, где родились его родственники, где родились его родители. То есть есть разные информации, разные данные, которые так или иначе несут какую-то географическую значимость. Кстати, вчера здесь был вечером показан замечательный фильм Ирины Зонбен, которая рассказывала о поиске корняк своей собственной семьи. И там мы тоже видели, как Ирина, которая искала какую-то информацию о семье, которая погибла во время Холокоста, она ездила в разные места, она искала разные корни в разных местах. То есть здесь вот это географическое, с одной стороны, использование данных в интернете, с другой стороны, географическое, геологиационное пространство, оно у любых данных, безусловно, существует. И здесь мы просто видим уже несколько примеров, как, собственно, в том числе, я Двашем, кстати, запустил недавно, как раз эти механизмы цифрового картирования. И сегодня уже про каждый листок свидетеля можно посмотреть. Вот три основных точки, здесь не очень видно на слайде, но это место рождения, место жизни и место смерти. Это вот такая система координат. Видите, там синяя, зеленая и желтая. Соответственно, эти те точки, которые так или иначе наносятся на карту. То есть, во-первых, это позволяет уже как-то понимать географию того, что касается погибших. Опять же, вот топография здоровья, тоже проект, который был сделан мемориалом. Более того, есть уже и трехмерные проекты, когда, собственно, используется трехмерная реальность для того, чтобы на какие-то трехмерные модели нанизывать эти данные, наносить их дополнительным слоем и таким образом давать им какую-то дополнительную жизнь. Это то, что касается тренда цифрового картирования. Следующее, о чем я хочу говорить, это краудсорсинг. Краудсорсинг – это механизм мобилизации ресурсов пользователей интернета для решения тех или иных задач. Здесь я хочу показать примеры того, как, собственно, краудсорсинг используется в контексте прошлого. Очень известный проект, который был поддержан Оксфордским университетом, когда попросили у публики, широкие пользователи интернета проанализировать дневники кораблей, которые плавали по миру в XIX веке. У них был бумажный большой архив, его оцифровали, а дальше людей приобщили к тому, чтобы они эти данные анализировали. Почему они попросили это сделать? Это позволило полностью восстановить картину погоды XIX века. Это совершенно невероятное исследование, которое восстановило, собственно, что происходило в мире с точки зрения экологического климата. На базе мобилизации людей, собственно, мы смогли восстановить картину прошлого. И здесь краудсорсинг, то есть мобилизация ресурсов пользователей интернета, он также может быть приобщен и для обработки больших данных, и для нанесения больших данных на карты. То есть если мы говорим о том, что есть эти большие данные, которые касаются жертв погибших, что если нет достаточно ресурсов для того, чтобы проанализировать и, например, нанести на карты, то краудсорсинг, безусловно, является эффективным механизмом для приобщения людей к анализу данных и к тому, чтобы эти данные как-то зажили тоже какой-то своей новой жизнью. И, безусловно, есть достаточно много людей, которые готовы участвовать в таких инициативах, потому что здесь мотивационная структура, понятно, когда люди стараются как-то быть причастными, и они видят это достаточно важно. Это то, что касается краудсорсинга. Но здесь мы переходим к более интересным вещам, потому что, на самом деле, мы живем сегодня уже в другой информационной реальности. Я несколько лет назад работал в Гарвардском университете, в Центре по изучению интернета и общества, который называется Бекман-центр, и там пару очень замечательных исследователей написали книгу, которая называется «Цифровое рождение» или «Рождаться цифровым». Де они описывают, что сегодняшнее поколение детей – это уже цифровые дети, которые рождаются в этой новой цифровой реальности. Но совсем недавно, буквально год назад, вышла новая книга, которая называется «Цифровая смерть». Дело в том, что мы уже не только рождаемся в цифровой реальности, и рождаемся цифровыми, мы уже умираем по-цифровому. Появилось вот это новое явление, которое называется «Цифровая смерть», и я сейчас очень коротко расскажу, что это такое. И это тоже нам позволяет подумать о том, собственно, как по-другому можно работать с данными, которые касаются погибших в катастрофах XX века. Что такое цифровая смерть? Во-первых, мы на самом деле движемся к реальности, когда в социальных сетях, в интернете количество умнейших так или иначе будет больше, чем количество живых. Мы достигнем этой критической точки достаточно скоро, потому что все мы, как мы знаем, не вечные, все мы смертные, так или иначе мы все, большинство из нас пользуются какими-то социальными сетями, пользуемся интернетом, у нас есть разные следы нашего присутствия в интернете, и так или иначе происходит все больше и больше, что те или иные страницы остаются после того, как человек этот мир покидает, будь то страницы в социальных сетях в Фейсбуке, будь то какие-то другие страницы. И действительно, мы движемся к ситуации, есть не только информационный переизбыток, information overload, но и ситуация, когда, собственно, количество уже не живущих с нами, покинувших нас пользователей, будет больше, чем количество живущих пользователей. И, собственно, вот это явление смерти в интернете, оно все более и более заметно. Оно стало заметно уже лет 10 назад, если среди вас есть пользователи LifeJournal, ЖЖ, то уже тогда появилось, например, сообщество RuMemory и RuRip, в котором буквально ежедневно писали о том, кто такие, кто эти пользователи, блогеры, которые нас покинули, писали о них какие-то короткие сообщения. Но что самое интересное, что страницы этих людей, они, по сути, превращались в мемориалы, да, по сути, люди могли, во-первых, больше узнать от человека, который умер, и, кроме того, могли оставлять какие-то комментарии, могли, по сути, даже вступать в какой-то формат общения с этим человеком. И есть очень много форматов сегодня, которые касаются переживания смерти в интернете. Можно там открывать страницы, когда есть чьи-то похороны. Есть специальный уже сегодня формат, который ввел в Facebook, когда переводится страничка из страницы личного профиля в страницы памятного профиля. Была достаточно такая ошибка, которая напоминает черный юмор в Facebook, когда случайно, месяц назад, Facebook перевел в несколько миллионов страниц, в мемориальные страницы, в том числе страницы самого Марка Цукерберга. Так что потом они извинились и сказали, что это было ужасно. Но вот у них, видите, Facebook, по сути, уже перевел людей в статус мертвых, хотя они жили. То есть здесь такие происходят интересные явления. Но если подытожить, то можно говорить о нескольких аспектах вот этого явления цифровой смерти. Исследователь Лизонской школы экономики, замечательный аспирант, который сам научится, говорит, что, собственно, сегодня мы переживаем смерть людей через Facebook, через контакты, через социальные сети. Это новый формат, где мы можем позволить себе продолжать наши отношения с умершими. И, по сути, это размывает границы между присутствием и отсутствием. Потому что люди уходят, но они остаются вместе с нами в социальных сетях. Есть очень разные новые механизмы. Например, была трагическая смерть Романа Мазуренко, замечательного стартапера в России. И после этого попытались его коллеги создать не только мемориальную страницу, но на базе всей информации, которая была о нем в интернете, они попытались создать его аватар, его образ. И, по сути, какое-то его живое присутствие, его чат-бот, с которым можно было общаться, который отвечал как он, который говорил как он. То есть сегодня на базе этих данных можно не только создавать мемориальные страницы, но и создавать модели ушедших людей. Своего рода аватары, которые тоже являются мемориальными форматами для поддержания памяти. Поэтому если мы говорим сегодня о феномене цифровой смерти, то есть несколько аспектов. Это, прежде всего, как, собственно, что происходит с профилями и со всем онлайн-присутствием человека после того, как он покидает этот мир. И это огромная тема, в том числе юридическая, которую можно очень долго про нее говорить. Есть то, что касается постмертной коммуникации, когда человек может заранее использовать разные механизмы для того, чтобы, если он умрет, то автоматически всем будет разусловлено письмо от него. Или же он даже можно расписать на несколько лет вперед, в разные дни, в разные события, какие от его имени будут приходить письма. И, наконец, как я сказал, есть вот эти интерактивные цифровые аватары, которые продолжают присутствие человека. Все это, конечно, очень спорно, все это очень кутуристично, но, тем не менее, это новые тренды, которые сегодня возникают в интернете, которые нас заставляют по-новому думать, и, собственно, что такое память, и как мы можем работать с памятью. И, как я говорил, я в конце вернусь, как все эти вещи, они могут быть адекватны для работы с большими данными, которые касаются жертв Холокоста и других трагедий XX века. Есть уже сегодня такая даже дисциплина некая социология. Собственно, вот пара цитат из одного исследователя, который работает в этой области, что интернет — это способ создания собственного образа, и, собственно, поэтому мы являемся свидетельствами своего рода поминальных церемоний, которые происходят в интернете вокруг тех или иных цифровых страниц. Виртуальные страницы памяти стали новой формой поминального обряда, если раньше обращения к умершему человеку происходили через традиционные религиозные практики, то сейчас именно страница в социальных сетях представляет собой место, где продолжает жить умерший человек, он тебя слышит, он отвечает тебе, он продолжает жить. Есть и целая группа исследователей, которые активно занимаются этим феноменом. Есть то, что называется феномен цифровой опосредованной памяти. Опять же, надо понять, что речь идет не только о механизмах, которые разрабатываются, но речь идет и о достаточно большой группе исследователей и, соответственно, исследователей, которые также пытаются осознать, что с нами происходит, как мы меняемся, и эти исследования также используются для разработки каких-то новых механизмов. Я сильно в это сейчас погружаться не буду, но мы видим очень интересные практические проекты о том, как, собственно, прошлое, как люди, которые уже нас покинули, интегрироваться в нашу сегодняшнюю реальность. Вам, наверное, большинству знаком проект, который появился в этом году, благодаря, в том числе, бывшему главному редактору телеканала «Дождь» Михаилу Зевереву, проект «1917». Это классический пример того, как информация из прошлого заживает новую жизнь. Они были открытки из газет, они взяли переписки, и они взяли известных людей, в том числе Владимир Ленин, Владимир Вернадский, Владимир Маяковский, и все эти вещи они оформили по датам и по, опять же, геолокации в формате социальной сети. И таким образом они восстановили 1917 год в формате социальной сети, и он заражил своей жизнью. Если вы зайдете сегодня на проект «1917», вы увидите, кто с кем переписывался в этот день, что писал Владимир Ленин и Несси Арманд, что писал Маяковский. То есть, таким образом, эти форматы, они, по сути дела, позволяют нам вернуть в прошлое, интегрировать в прошлое нашу ежедневность через эти форматы социальных сетей. Если вдруг вы этот проект не видели, очень советую посмотреть, потому что это действительно новый механизм работы с прошлым, который мы наблюдаем. И есть еще один очень важный аспект, который стоит упомянуть в контексте этих трендов, это то, что называется интернет-вещей. Интернет-вещей – это тоже очень-очень большая тема, которая касается того, что, по сути, сегодня участниками интернета являются не только люди, но и вещи. Стулья, потолок, проектор, колонки – все они могут быть подключены к интернету, передавать какие-то данные, можно ими управлять через интернет, они могут отражаться в интернете, они могут как-то задействовать в разных процессах. И таким образом интернет-вещей, по сути, позволяет объединять физический мир и мир виртуальный. И еще один механизм, который позволяет, опять же, объединять не только прошлый и настоящий, но и физический виртуальный мир – это всякие механизмы достроенной реальности. Вы знаете, наверное, уголочки, есть QR-коды, то есть специальные такие коды, которые вы сканируете, и это вас направляет на страничку. То есть сегодня мы говорим о том, что вот эта фраза о связующей нити, о распадении связи времен, есть еще проблема распадения связи пространств. И здесь мы видим, что информационные технологии связывают и времена, и пространство. И в данном случае пространство виртуальное, и пространство физическое. И как же это актуально для нашей темы? Прежде всего, это актуально, если мы рассматриваем феномен кладбища. Мы видим, что сегодня достаточно много появилось уже онлайн-сервисов, которые касаются кладбищ, будь то уборка кладбищ через интернет-заказ, будь то какие-то ритуальные услуги. Вот проект, который называется Uber для кладбищ, вспомним.pro, это когда вы можете заказывать какие-то, опять же, услуги, связанные с уходом и захоронениями. Особенно это хорошо развито, кстати, во всем, что касается как раз еврейских кладбищ. Но здесь мы можем подумать чуть-чуть дальше опять. И, собственно, если мы думаем чуть-чуть дальше, то мы понимаем, что кладбище физическое – это тоже своего рода социальная сеть. Вот здесь похоронен человек, который как-то был знаком с этим человеком. Вот эти надгробия, они как-то связаны. Вокруг каждого надгробия есть тоже какое-то облако информации. Это облако информации присутствует в сети. Если мы хотим восстановить эту память, если мы хотим помочь связать времена, мы должны думать не только о связи между прошлым и будущим, но и о связи физического и виртуального пространства. По сути, когда социальные сети превращаются в кладбище, то кладбище превращается в социальные сети. И это тоже новая реальность, с которой мы имеем дело. То есть представьте себе, здесь я, например, нашел на странице еврейских кладбищ, мостерковских кладбищ, собственную информацию о могиле моего прадедушки, Семёна Филипповича Добкина. И здесь вы не видите, но написано, что кем он вместе захоронен, какие соседние захоронения, и, собственно, там опять же, то есть мы видим уже даже, что вот в этих активах есть своего рода структура социальной сети. И на всё это можно ещё нанизывать дополнительные данные, эти данные можно интегрировать, можно показывать связи, а если вы идёте по кладбищу, то вы можете, собственно, опять же, через QR-коды или через какие-то дополнительные механизмы получать дополнительную информацию о том, что с этими могилами связано. Поэтому, по сути, в какой-то степени можно оживлять кладбище. Они оживают через эти информационные связи, которые мы строим. И, особенно, если мы обратим внимание на информацию, на некоторых кладбищах Москвы уже в 2016 году заработал бесплатный Wi-Fi. То есть, по сути, кладбище становится тоже местом бесплатного интернета, и это таким образом даёт ту самую инфраструктуру для связи физического пространства кладбища с той информацией, которая находится в сети водочных технологий. И мы сегодня говорим, по сути, о механизмах достройки пространства. Есть уже сегодня такие проекты, когда вот вы идёте, вы видите это здание, но, на самом деле, с этим зданием что-то связано, у него есть история. Здесь жили какие-то люди, которые погибли. Можно, с одной стороны, есть замечательные проекты, которые, как мы знаем, например, коммунальные доски ставят во всём, что касается жертв политических репрессий. Но, с другой стороны, у любой геолокационной точки есть целое облако информации, связанное с ней. И сегодня вот есть, например, это чешское приложение, оно называется «Память народу», когда вы идёте по пространству, и это пространство говорит вам, кто здесь жил раньше через мобильное приложение, кто были люди, которые жили, как они погибли, какие репрессии были в этом месте и так далее и тому подобное. Опять же, мы связываем через геолокацию, мы связываем через мобильные технологии информацию, которая находится в сети с физическим пространством, что создаёт какие-то новые механизмы памяти. И, наконец, последние два тренда, которые я хочу упомянуть. Генеалогические деревья. Сегодня достаточно много есть платформ в интернете, которые позволяют вам не только строить своё генеалогическое дерево, но и находить родственников и связывать это с генеалогическими деревьями другими. Что такое генеалогическое дерево? Генеалогическое дерево, по своей сути, это тоже своего рода социальная сеть, только это социальная сеть, которая идёт не в горизонтали настоящего, а уходит вертикально и назад в прошлое. Здесь, например, опять же, я показываю свою геологическую сеть, и, собственно, тоже я построил здесь, как бы есть основная часть моей семьи. Вот даже здесь, вот с краю совсем, есть муж моей дворной сестры, Женя Аксёнов, собственно, здесь сидит его сестра уже, Галина Аксёнова. Здесь мы можем продолжить из интернета, опять же, генеалогическое дерево, как оно развивается и дальше. То есть здесь, опять же, мы можем связывать разные аспекты, и сегодня всё больше механизмов также позволяет интегрировать генеалогические деревья в рамках Фейсбука, в рамках социальных сетей. То есть мы можем интегрировать наши родственные связи, и не только настоящие, но и прошлые, и с нашим настоящим. И это позволяет, опять же, какой-то дополнительный механизм восстановления связи времён, о котором мы с вами говорим. И, наконец, в контексте генеалогических сетей появился очень интересный механизм, а именно ДНК-анализ. И ДНК-анализ здесь тоже играет достаточно большую роль. Здесь я раскрываю с вами большую тайну. Я недавно тоже вот заказал себе ДНК-анализ. Если вы не знакомы, это достаточно простая технология. Вам присылают домой пробирку, вы в неё должны несколько раз плюнуть, и отсылаете это обратно. И дальше они вам сообщают, собственно, кто в профессиональности, какая кровь у вас намешана, и ещё какие-то медицинские данные. Вот. Мне не присылали информацию, просто была большая сенсация шок, что, оказывается, на 98.3% яшкинадский еврей. Да, это, конечно, был шок. Я, как, нескольких дней пожил с этой информацией, вот. Но пришлось как-то это пережить. Но что интересно, что помимо всего этого, это также предлагает вам рекомендации, кто потенциально могут быть вашими родственниками. Причём и в прошлом, и в настоящем. Здесь он, в том числе, он мне порекомендовал, собственно, руководителя московского лимуда Михаила Липкина, с которым мы там тоже, потому что вокруг генетического анализа тоже возникает своя социальная сеть. Он также предлагает мне, например, проверить, как бы, связи с другими моими родственниками, степень родства. То есть, это здесь, например, страница моего покойного дедушки Йосифа Фиттенберга, где тоже, как бы, все эти данные, в том числе генетические, они предлагаются в каком-то формате. Поэтому генетические базы данных, они тоже могут играть интересную роль, интегрироваться в рамках формирования механизмов памяти. Поэтому всё, что мы здесь видим, это своего рода пазл. Есть очень много интересных трендов, очень много интересных технологий, которые позволяют нам как-то переосмыслить, как мы, собственно, соотносимся с нашим прошлым и как мы это прошлое можем заставить или дать ему возможность зажить в нашем настоящем и дать ему, как бы, покинуть нас и не остаться забытым. И здесь, собственно, я подхожу к последней части своей презентации, где я хочу сказать, как, собственно, все эти тренды могут позволить работать с базами, типа базы данных о погибших Холокостах, прежде всего, вот той самой базы данных имен, которая хранится в Ядва Шем, и многих других баз данных. Я начну с того, что идеология Ядва Шема, идеология памяти базируется на очень знаменитой строчке «Лехор ищешем» — у каждого человека есть имя, что мы обязаны сохранить имя каждого человека. Но, помимо этого, мне кажется, есть ещё один очень важный аспект. Если мы произнесём это на иврите, это бы звучало как «Лехор ищешешешет» — у каждого человека есть сеть. И то, что мы можем сегодня благодаря этим технологиям, это не только сохранять имена людей, которые погибли и были зверски убиты в рамках этих ужасных человеческих катаклизмов XX века, но мы можем восстанавливать и их мир, их социальные сети, их географические привязки, их контекст, и не только восстанавливать социальные сети, с кем они были связаны, то есть эти имена могут зажить в контексте социальных сетей, но и привязать этих людей, интегрировать их в контексте тех, кто живёт сегодня, то есть связать прошлое с настоящим, и таким образом укрепить связь времён, не дать временам распасться. Что конкретно можно сделать? Когда мы говорим об этой базе данных Ядвашем, как я сказал, сегодня по-прежнему эти листки, они всё-таки находятся как отдельные элементы информации. И естественно, то, что потенциально можно было бы сделать, это попытаться построить своего рода социальную сеть тех, потому что в этих листках есть информация, кто бы сообщил об этих людях, то есть это связь с сегодняшним временем, кто были их родители, кто были их родственники, есть какие-то фотографии, то есть по сути на самом деле можно построить своего рода социальную сеть профилей людей, которые погибли в Холопосте, и связи между ними, в том числе и геолокационные связи, и построить своего рода социальную сеть, которая, во-первых, в горизонтальном пространстве того времени и прошлого заставит эти данные зажить, а во-вторых, позволит нам интегрировать эти данные с данными сегодняшними, что не даст связи времен распасться. То есть первое, что можно делать, это интеграция прошлого и настоящего, реконструкцию жертв как сетевых индивидуальностей, восстановление утерянных сегментов социальных сетей, то есть восстановить мир через восстановление социальных сетей того времени. Кроме того, мы можем говорить о том, что в тот момент, когда мы восстановили социальную сеть прошлого, интеграция этой социальной сети в настоящем, то есть создание социальной сети, объединяющей жертв, выживших и их потомков. И, наконец, новые механизмы присутствия прошлого в настоящем интеракции с прошлым. Мы говорили, что в этом феномене цифровой смерти появляются новые возможности оставлять комментарии, общаться, давать какие-то дополнительные данные через краудсорсинг, которые постоянно дополняются. То есть эти данные, в тот момент, когда они интегрированы в настоящем, они начинают жить, они начинают быть актуальны, они не находятся в каком-то отдельном, изолированном архиве, они являются частью нашей ежедневности, и они не дают этой информации уйти из пространства нашей жизни. Помимо интеграции прошлого и настоящего, есть второй аспект, о котором я говорил, это интеграция физического и виртуального. То есть мы можем говорить о том, что пространство, в котором мы живем, может быть дополнено данными о прошлом через вот эти информационные связи. И здесь мы говорим о реконструкции пространства и времени через карты и различного рода 3D-виртуальные пространства. Это если мы говорим о геолокационных механизмах и картировании в интернете. Но это может позволить создать приложение для навигации в физическом пространстве, и таким образом мы можем перемещаться, зная, что вот это прошлое, оно там присутствует. И, наконец, то, что я вам говорил о феномене сетевых кладбищ, мы можем привязывать физические объекты к тем или иным аспектам информационных облаков, которые существуют в интернете. И таким образом кладбища тоже в какой-то степени могут зажить новыми данными. Когда вы находитесь на кладбище, вы увидите те облака информации. То есть, по сути, каждая могила – это якорь, это привязка к облаку информации, которая находится в интернете. И вы идете по кладбищу, вы знаете, что вот тот человек, который похоронен здесь, на самом деле он дружил с тем человеком, который похоронен на соседнем участке. Вы начинаете видеть кладбище как некое пространство социальных связей тех, кто там, кто захоронен. То есть, здесь какие-то новые механизмы, которые нам, опять же, позволяют как-то по-другому соотноситься с прошлым. Что важно во всем этом для того, чтобы это работало? Когда мы говорим о больших данных, для того, чтобы это было не только чье-то решение, что вот это все надо разрабатывать, а чтобы все могли в этом участвовать, то очень важно, чтобы эти данные были открытыми. Есть такое понятие, как открытые данные. Это значит, что эти данные, они не только находятся на чем-то компьютере, и можно с ними делать какое-то очень ограниченное количество операций, но эти данные, они открыты для работы всех, кто хочет попытаться с ними что-то сделать. И вот этот феномен открытых данных, он является, по сути, главным двигателем инновации сегодня. Поэтому, если эти данные, к сожалению, в случае, например, Яд Вашема, есть с этим понятны юридические, этические аспекты, но эти данные, они относительно закрыты, они недоступны для внешних разработчиков, которые могли бы предложить какие-то новые решения. Поэтому, конечно, для того, чтобы все это заработало, очень важно эти данные открывать. И очень важно также, чтобы эти данные не были защищены авторскими правами, потому что авторские права, в данном случае, это всегда, поскольку мы говорим о памяти, мы говорим об архивах прошлого, авторские права всегда тормозят инновацию, тормозят возможность эти данные как-то обрабатывать по-новому, интегрировать их в настоящем. Поэтому здесь очень важно, есть такое сегодня изобрели в Гарвардском университете, как раз новый формат авторского права, который позволяет пользоваться легально данными, не требуя разрешения. Называется Creative Commons. Поэтому, конечно, для того, чтобы это все работало, для того, чтобы эти данные зажили, для того, чтобы они стали целью новых инноваторов и разработчиков по восстановлению связи времен, то важно, чтобы эти данные были открыты, и чтобы они не были защищены авторским правом, и чтобы они хотя бы процедуры получения возможности работы с этими данными были относительно простыми. И, наконец, я хочу подытожить. Подытожить я хочу вот этим слайдом, когда, собственно, мы говорим о том, что сегодня информационные технологии меняют понимание настоящего в том, что касается памяти. Информационные технологии, с одной стороны, позволяют связывать физическое и виртуальное, с другой стороны, они помогают связывать прошлое и настоящее, то, о чем мы с вами говорили. И вот через это взаимосвязи, которые строятся через информационные технологии, по сути, мы формируем наше будущее. Поэтому мы живем совсем в другом пространстве. Мы живем в пространстве, которое является игрой, которое является интеграцией прошлого и настоящего. То, что происходит сейчас, это то, что происходило когда-то. И вот эти взаимосвязи, опять же, здесь я хочу повторить перевод Бориса Пастернака, строк Шекспира, с которого я начал вначале, порвалась не связующая нить, как мне обрывки их соединить. Здесь эти технологии позволяют нам соединить эти обрывки. Они позволяют нам переосмыслить наше настоящее. Они позволяют нам сделать так, чтобы память прошлого играла более значимую роль в настоящем, чтобы она находилась с нами в физическом пространстве. И с этим двигаться также в будущее. И, по сути, оставлять отпечаток прошлого на нашем будущем. На этом я, наверное, бы хотел закончить. У меня есть еще буквально несколько минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Это была очень такая короткая пробежка по этим трендам. Я понимаю, что многие вещи могут остаться непонятными, но мне было важно нарисовать эту картину, как-то заставить вас думать в этом направлении и осознать, что, собственно, во всем, что касается механизмов памяти, мы живем в достаточно другом мире, который предоставляет нам другие возможности, которые, собственно, отражены на этом последнем слайде. Владимир. Два вопроса. То есть проблема приватности и публичности, и второе – это проблема разбоения личности в интернете и в сетях. Как вы на это смотрите? Во-первых, что касается приватности, публичности, проблема приватности существует всегда и во всем, безусловно. Это серьезная проблема. В любых социальных сетях, в любых проектах сегодня есть механизмы контроля на степени доступа. И понятно, что когда мы говорим об этих вещах, то, естественно, это та вещь, о которой надо всегда думать, а не надо задумываться. Но проблема приватности и публичности, она решается технологическими средствами. В тот момент, когда мы рефлексируем, что есть такая проблема, или мы осознаем, что об этом надо задумываться, понятно, что можно какую-то информацию делать доступом только для родственников, какую-то информацию можно делать публичной. Сегодня, например, архивы эти, так или иначе, они все равно доступны всем. То есть я могу поискать в базе Адвашема любую фамилию. Поэтому, когда это касается данных прошлого, то проблема приватности, она в какой-то степени стоит, может быть, менее остро. Она все равно стоит, и они все равно задумываются. И все равно надо давать людям больше возможности контролировать степень доступа к их приватным данным. Но я бы не сказал, что это является каким-то стратегическим препятствием для того, чтобы не двигаться в этом направлении. Что касается раздвоения личности, я не очень... Я имею в виду не психотическое раздвоение личности, конечно. Когда человек вознажает свою, так сказать, свою идентичность, либо по собственному желанию, либо так происходит. Например, когда человек разделяет свое личное присутствие в интернете и бизнес присутствует. Здесь я могу сказать, что, безусловно, люди стратегически по-разному используют свое присутствие, но мы наблюдаем тренд, например, по сравнению с 2000-ми годами, что количество людей, которые используют свои реальные фамилии, имена, которые используют свое реальное присутствие, переносят свое физическое присутствие в виртуале, намного больше, и степень анонимности намного меньше. То, о чем говорим здесь, конечно, оно больше привязано к реальным данным, к реальным именам, а не к анонимным. Но эти два пространства, они могут существовать рядом друг с другом, они не противоречат друг другу. И с этой точки зрения, когда мы заходим сегодня в Фейсбук, мы видим, что все-таки абсолютное большинство людей — это реальные люди, которые используют реальные имена. И то же самое касается, естественно, геоналогические деревья вообще не могут работать, если мы не используем реальные данные, потому что иначе тогда вам, собственно, как бы в прошлом не было аватаров, в прошлом не было как бы придуманных личностей. Поэтому с этой точки зрения, опять же, такая реальность есть, но я не думаю, что это является каким-то серьезным практическим препятствием, просто это два как бы разных пространства. Я позволю себе прокомментирую. Первый. Мы занимаемся образованием, и мы постоянно столкимся на очень серьезные проблемы с публикацией пота детей в мире. И, между прочим, если, как в этой стране, например, работает, их право, а равно так и право их родителей, требовать компенсации морального ущерба даже неограниченного времени. То есть мы вот так публикуем фотографию ребенка. Школа не является публичным местом. То есть в любое время, в протяжении, по мне не знаю, жизненного времени жизни, они могут статировать либо государство может наважить определенные обвинения. Юридические аспекты в этих вещах, во всем, что касается данных, больших данных, всегда являются ключевым и очень важным вопросом. При этом важно понимать, что мы, прежде всего, все-таки говорим о данных прошлого. В разных странах существует опять же разное законодательство, и, конечно, это надо учитывать и рассматривать в том или ином контексте. Но при этом для меня всегда юридическое – это то, что надо учитывать, но то, что никогда не должно стать препятствием. Поэтому, конечно, все эти проблемные аспекты юридические, которые в какой-то степени, я думаю, когда касается прошлого, все-таки архивных данных, есть какая-то большая степень гибкости. Но их надо учитывать, и поэтому, в том числе, я, например, затронул проблему авторского права, которая и проблема приватности, безусловно, тоже является одной из юридических проблем, о которой надо говорить. Но, опять же, я говорю, например, о данных Ядвашема, которые уже присутствуют в сети. И проблема данных Ядвашема заключается не в том, что это данные, которые недоступны, а в том, что то, как они организованы, не дают этим данным зажить. И то, как эти данные организованы, не дают эти данные интегрировать в нашем настоящем и достаточно развить связи между тем, что было тогда и сейчас. Поэтому я говорю о тех данных, которые уже существуют и уже доступны в сети. И то, что я только предлагаю, это как-то расширить границы мышления о том, что можно было бы потенциально с подобными данными делать. Пожалуйста. У меня не совсем вопрос. Скорее, комментарий, пожалуйста. Пометируй, если вы мне позволите. Меня очень заинтересовал тот феномен, про который вы рассказывали, про бот, который симулирует покойного человека. Сразу вспомнился Роберт Хайнлайн с «French vs French Land», как на Марсе, когда люди дискорпорейтед, то, что их духи продолжали жить среди людей. И мне вспомнилось это исследование, что 300 лайков на Фейсбуке позволяет Фейсбуку предугадывать поведение человека лучше, чем супруга человека. Судя по всему, те диджитал-трейсы, которые мы обновляем, позволяют Фейсбуку узнать нас гораздо лучше, чем нас знают наши супруги. То есть, судя по всему, что если эти данные будут утилизироваться для создания способных флотов, возможно, мы идем к такому будущему, когда покойники будут жить среди нас и продолжать существовать в этом родном мире. Безусловно, то, что вы описываете, это часть, во-первых, уже есть стартапы, которые этим занимаются, есть уже стартапы, которые предлагают им интегрировать такие трехмерные модели человека в рамках на кладбище, когда вы приходите, нажимаете на кнопку, вы можете пообщаться с этим человеком. Я не упомянул, если, например, вы собираете все данные про человека, то вы можете себе представить, например, такую платформу, когда вы создаете аватар виртуальной вашей бабушке, которая вам рассказывает рецепты, то есть вы берете ее поваренную книгу, и каждый раз, когда вы хотите что-то приготовить, вы задаете ей вопросы, как что-то приготовить, она вам рассказывает, собственно. То есть это тоже какое-то, она продолжает присутствовать в вашей жизни. Но это что-то другое, потому что, что ты говоришь, работа, то есть это в принципе как бы компьютер генерирует. То есть ты говоришь про рецепты, они должны существовать в книге. Если этого не осталось, то как бы… Нет, естественно, все это базируется на данных, которые остались от человека. Ну а бот – это то, что он как бы генерирует с разных мест, и то, что основано на фейсбуковских лайках, то, что оно как бы рассчитывает как бы математически и предполагает, что этот бы человек выбрал. Это немножко другое. Не совсем. То, что речь идет здесь, что все мы оставляем цифровые следы, и если, предположим, мы очень много пишем в фейсбуке о том, что мы готовим, мы как бы сообщаем разные данные, потом вокруг каждого из нас есть облако данных, это большие данные, которые мы генерируем. Каждый из нас – это сумма данных, которые присутствуют в интернете. И, в принципе, все эти данные можно собрать, проанализировать, систематизировать и создать какой-то наш виртуальный образ, который будет работать на базе этих данных. В том числе, если вы вдруг видели замечательный сериал британский «Черное зеркало», там эта активно очень идея тоже изучается. Опять же, здесь можно очень легко уйти в научную фантастику. То, что важно, что, опять же, такие тенденции сегодня существуют, это уже не только фантастика, но и реальность. Если мы задумываемся о том, как интегрировать память прошлого в наше настоящее, то мы должны учитывать эти тренды и понимать, что, да, действительно, духи прошлого через информационные технологии все более активно присутствуют в нашей жизни благодаря этим самым информационным технологиям. Ты рассматриваешь это чисто как Big Data, но не как Artificial Intelligence, которая продолжает размышлять и строить структуру по закону? Ну, это уже следующий этап. Можно говорить о том, что искусственный интеллект тоже добавляется, что он как-то анализирует. Смотрите, можно уйти очень далеко. Потенциально, да, можно говорить и об этом. Я все-таки больше говорю о памяти, а не вот уже как бы о совсем такой научной фантастике, которая, в принципе, уже всего нереальна. Но потенциально эти данные можно уже использовать и для того, чтобы дорабатывать какие-то новые элементы. Ну что, по землой вопрос был, который меня не изменяет, это то, что хорошо как бы у поколения, вот ты как бы помнил свою бабушку и дедушку, и в принципе, ты, наверное, хотелось бы поговорить, если ты не журнал. А если говорить про разницу в поколениях, там, не знаю, 5-7-8, тогда люди, как бы, в принципе, часто, кроме, если это не были какие-то знаменитые люди, кроме имен и чем занимают, чаще всего ничего не знают. Соответственно, когда мы возьмем эти 5-6 поколений вперед, когда уже данные будут, это, соответственно, приходя на кладбище и имеют в социальной части то, что ты говоришь, если ты приходишь и видишь там этот дружок с этим, тогда это нападут. То есть ты не думаешь, что эта психология человека поменяется, восприятие кладбище будет совершенно другое, восприятие памяти будет совершенно другое, восприятие, в принципе, как бы межвременное, и не будет восприятия того, что это разные, по примеру, будет какой-то параллельный мирак. Я в том числе говорю, что, безусловно, как раз то, о чем я говорил, что мы должны рассматривать и учитывать то, как тренды и то, чем занимаются сегодня, в том числе разные аспекты социологии, то, как это меняет наше восприятие смерти, то, как это меняет наше восприятие времен, безусловно. Но то, что мне было здесь важно подчеркнуть сегодня, это все очень правильно, это верно, то, как, собственно, все эти технологии уже сегодня, в том числе, когда часть тех, кто жили во время, просто еще живы, как эти данные можно оживлять, как их можно использовать, как их можно интегрировать. Поэтому начинать с того, что есть. Есть огромные большие данные, которые лежат, которые недостаточно задействованы, которые недостаточно работают, связанные с памятью XX века этих ужасных катаклизмов и катастроф. Все, о чем я пытался сказать, что на базе понимания этих трендов мы можем придумывать очень интересные новые проекты, о ряде них я говорил сегодня, которые бы позволили заставить эти данные зажить. Галина. Игорь Михайлович, очень интересный, замечательный доклад, например, в отличие от истории с искусством. Конечно, тема жизни и смерти интереснее всего. И поскольку я занимаюсь снимением кино, для меня интересное пересечение, когда только появилось кино, реакция была, что смерти нет. И что первые фильмы, они меняют концепцию смерти. Очень много статист, включая Борького Андрея Белого у нас, которые появились в 1896 году. И мы находимся, спустя 100 лет, в общем-то, на таком же этапе. То есть сейчас, что ты изложил в мою голову, потрясающую работу по отношению к образу смерти. У меня была как бы догадка от искусства идущая, что с компьютерными технологиями смерти нет. То есть, или она есть, но совсем в другом смысле. Это безумно интересно. Мне кажется, что очень важно такие лекции читать для людей искусству, потому что это направляет мышление совсем в другую сторону. И мало кто в искусстве еще с этим работает, а здесь совершенно невероятная точка. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это очень важно. Проченье у нас закончилось. Да, последний вопрос. Самый последний вопрос. Я очень быстро не отвечаю. Я, конечно, не смотрела на своё теме. Я читала, как раз об этом вовсе романа Мазуринка. Первое, о чём я подумала на этот момент, они этот год накормили информацию всеми фразами, которые он успел в течение жизни обменяться с друзьями, с другими, с другими, с соседями. И его родители, там, у мамы в этой статье говорят, что её подписать на структуре на кровке, точнее, насколько всё это соответствует ему в жизни. Но вот ты сейчас помню, конечно, этот проект еще в 2017 год, что переписка Ленин, исторических лиц, она сейчас оцифрована, и всё это является доступом по типу социальных сетей. Но у меня вопрос. То, что касается переписки известных людей в 19-м веке, начало 20-м века, это всё-таки был совершенно другой формат. Это были письма полностью «Здравствуйте, как вы, такой-то». И я думаю, что они сегодня были гораздо более искренними, чем так поверхностная переписка, которую мы сейчас ведём. Потому что это был текст полный, на полный, с завязкой, со всеми делами. Сейчас этого нет. И если переписки сейчас, во-первых, очень много похвастено, очень много единственности и неправильности, поверхностности, если сейчас всё это воспринимается как память, как нечто объективное, насколько это... Это хороший вопрос. У меня нет ни в ответа. Всё, что я могу сказать, что надо думать о том, какие массивы данных нам готовят прошлое и как мы их можем интегрировать. Это вопрос, про который мы можем размышлять вместе. Поэтому это действительно хороший вопрос для того, чтобы закончить эту лекцию. Потому что это очень правильно было отмечено, что разные данные предлагают разные контексты, и мы должны о них задумываться. Но всё, что я хотел сделать сегодня с вами, это просто предлагать какие-то вам новые идеи, тренды и предложить, собственно, опять же, как мы можем восстановить эту связующую нить времён при помощи информационных технологий и как-то вам предложить начать думать на эту тему. Спасибо, спасибо большое. Просто я обязан следующим просто лекарам...